Минимальная зарплата пенсии неработающим пенсионерам и прожиточный минимум с июня повышаются на 10%. На эти цели из федерального бюджета выделено более 500 миллиардов рублей. Поддержка коснется 50 миллионов граждан. С июня также увеличивается период выплаты пенсии по потере кормильца для детей. Раньше, после 18 лет, прекращались выплаты до тех пор, пока ребенок не поступит в учебное заведение и не соберет снова справки, что состоит на иждивении. Теперь порядок изменили. Школу закончил, но пенсию продолжает получать до 1 сентября года, когда исполнилось 18 лет, то есть чуть подольше. Если, соответственно, ребенок поступил в учебное заведение, то у него продлевается эта пенсия и ему не нужно будет подтверждать, что он находится на чем-то иждивении. Будет достаточно самого того факта, что он не стоит в трудовых отношениях. С июня начнут выдавать льготную ипотеку под 5% для сотрудников IT-компаний. Но эксперты уточняют, условия настолько жесткие, что в Самарской области под них сложно будет попасть. Сотруднику должно быть не больше 45 лет. Зарплата должна быть от 150 тысяч рублей. Это для городов-миллионников и от 100 тысяч рублей для остальных населенных пунктов. Ипотеку можно взять не в любом месте, можно только у застройщика юридического лица, ну либо иного юридического лица. То есть, для вторички льготы уже действовать не будут. С июня вступает в силу закон о единой системе публичной власти. Он устанавливает пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Согласно закону, руководитель субъекта будет официально называться губернатором или главой региона. Из документа также исключено положение, запрещающее замещать указанную должность более двух сроков подряд. С 8 июня заработает закон, ужесточающий противопожарные правила и ответственность за их нарушения. В 15-20 раз повышаются штрафы для граждан, а для юридических лиц в 2-3 раза. Если нарушение правил повлечет за собой тяжкий вред здоровью или смерть человека, то штраф составит 2 миллиона рублей. С конца июня вступает в силу закон о препаратах офф-лейбл. Это использование лекарств по показаниям, не упомянутым в инструкции по применению. Дело в том, что многие препараты, которые могут эффективно применяться для лечения серьезных заболеваний, по инструкции это не предполагается, либо инструкция не допускает их применение для детей. Теперь правительство утвердило перечень из 21 заболевания, либо состояний, при которых допускается назначение препаратов вне инструкции. Ну, например, это состояние, требующее палиативной помощи, ВИЧ-инфекция, беременность, COVID-19, различные заболевания, требующие психиатрической помощи. В июне заработает система идентификации болельщиков. Теперь при входе на стадион для посещения официальных соревнований будет проверяться личность посетителя. Всем желающим надо будет на госуслугах оформить карту болельщика. А вот водительские права можно будет предъявлять вместо паспорта для идентификации личности при получении страховых выплат, почтовых отправлений, оплате мобильной связи и при получении денежных переводов. Это будет не дополнительный документ к паспорту, как можно было бы подумать. Нет, это будет именно документ, по которому можно будет идентифицировать личность. Но каким образом? Теперь организации смогут делать запросы в банк, и банк уже будет при наличии открытого расчетного счета подтверждать личность. И вот в этом случае основным документом будет являться как раз водительское удостоверение. С 29 июня вступает в силу закон об увеличении возраста приобретения охотничьего оружия с 18 лет до 21 года. Запрещается выдача лицензии на оружие гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, его переделка и распространение соответствующих инструкций. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Николай Сидоров. События.